Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша. Ну, ребят, ну я вас поздравляю. Огромное спасибо ребятам за эту победу. Каждому из футболистов. Мауриньо просто супер гигант. Мауриньо это тренер, ребят, с яйцами, размером с головы тех людей, которые считают, что он что-то там мудрит, что-то он какие-то неверные принимает решения. В общем-то, хейтеров я сейчас имею в виду. Маур сегодня доказал, что он способен сделать из команды настоящую боевую единицу. Не значит, что так будет в каждом матче, но мы увидели большую игру, где мы были гигантами. Ребят, давайте сейчас обо всем по порядку. Эмоции у меня просто вагон. Я реально всю игру смотрел. У меня не просто я не отрывал глаз. Я, по-моему, даже не моргал. У меня колотилось сердце. В общем-то, такие эмоции, которые в этом сезоне я не переживал. Точно так, что, ребят, полный восторг. Но прежде я хочу сказать, что у нас есть два победителя. Люди, которые угадали счет этой игры и счет матча с Андер Лехтом. Это, чтобы не спутать ваши имена, это Сергей Галеев и Дорин Баранечи. Вот, ребят, вот наши ванги. Я вас от всей души поздравляю. 20 баксов каждому. Если вдруг, если вдруг я каким-то образом из этих 500 комментариев упустил кого-то, то пишите в комментарии под, собственно, угаданным и почему-то пропущенным мной счетом. Но это, как бы сказать, очень маловероятно. Я внимательно осматривал все комменты. В общем-то, ребят, я вас искренне поздравляю. Ну и сейчас давайте говорить об этой игре. Стартовый состав. Когда только я увидел стартовый состав, я опубликовал в нашем паблике этот состав сразу. Во-первых, я сам был в шоке. Филайни, сидит Мхитарян, сидит Ибрагимович, Эшли Янг, который капитан, который играет с краю. Очень стало, много вопросов возникло. И полились комментарии, что Мауриньо сливает игру. У меня такого ощущения не возникло. Я просто слегка прифигел. И мне стало интересно. Так, Мауру, вот сейчас, вот сейчас покажи, что ты реально хочешь этим сказать. Потому что я, ребят, ну понятно, что я, каждый из вас, как бы мы не разбирались в футболе. Ну, понимание игры Мауриньо, оно совсем иное. Мы очень много критиковали Луи Ван Галя. И понятно, что он гораздо лучше нас тоже понимает эту игру. Но у Ван Галя были другие проблемы. Ван Галя не играл в Англии. Он приехал в совершенно новую обстановку. Мауриньо досконально знает английскую премьер-лигу. Мауриньо досконально знает Челси. Мауриньо очень хорошо знает итальянский подход к футболу. Он очень хорошо знает Антонио Конте. И Мауриньо его переиграл. Ребят, смотрите, что происходило в этом матче. Еще раз, во-первых, огромное спасибо каждому из игроков, кто принял участие в этой игре, включая Фосуменса, который вышел в конце. Что сделал Мауриньо? Почему у него такие огромные яйца? И почему просто... У меня просто нет слов от того, насколько смело он подошел к этой игре. Значит, Эрера и Погба. И Филейни. Филейни, то, что я выставил вперед, это не означало, что он играл там какого-то фантазисту, какого-то там десятого номера. Естественно, нет. Филейни нужен был для того, чтобы бороться. Борьбы было колоссальное количество просто. Фолов, свистков было очень много. И я, не знаю, наверное, в первый раз вообще упомяну судью, реально очень круто отсудил судья. Вот очень круто, так что ему реально стоит поаплодировать. И вот, Филейни нужен был для того, чтобы удерживать мяч, навязывать борьбу, отходить назад, контролировать того же самого Канте, который вместе с Погба, они должны были страховать рывки Канте, когда он подключался к атаке. В общем-то, огромная роль была взвалина на Моруана Филейни. И он с этим справился. Все справились. Всем огромное еще раз спасибо. Просто серьезно, ребята, в этом сезоне я не видел ни одной нашей игры, где мне хотелось бы сказать спасибо, ну, больше, чем двум игрокам. А сейчас просто всем, и в первую очередь Мауриньо. Я, как видите, на эмоциях, я сам от этого кайфую. Вот, так что Филейни полностью справился со своей задачей. Он вышел как бы местом хитаря. Вот, ребят, понимаете, мы хотим, мы болельщики, мы люди, которые футбол воспринимают поверхностно. И в первую очередь я сейчас говорю о себе, как бы я ни пытался что-то там проанализировать. Мы хотим, чтобы играли наши любимчики. Мы хотим, чтобы играл мхитарян. Ну, как бы, мхитарян по степени того людей, по количеству людей, которые любят непосредственно этого игрока. Ну, мхитарян и Филейни просто не сопоставимы. Более того, Филейни один из самых критикуемых, а мхитарян один из самых любимых. Он такой мимимишка, такой классный чувак. Ибрагимовича нет, мы в шоке. Эшли Янг. Сейчас я дойду до Эшли Янга, это вообще отдельная, ребят, история. Но какая же была у каждого функция? И как они бились? Как они сражались, ребят? У меня просто захватывало дух. Это просто битва при Аустерлице. Это просто было бородинское сражение. И мне было приятно, как я уже сказал в начале выпуска, видеть большую игру. Мне не хватало, я смотрел матч Бавария Реал. Я смотрел Ювентус Барселона. Мне так хочется, чтобы мы играли там, в топе с грандами. Конечно, эта игра несопоставима по статусу, если бы это, скажем, был там четверть финал Лиги Чемпионов против Реала. Да, ну. Но какая же это была крутая игра? Именно по тому, насколько команды показали свои мускулы. Насколько они показали свою статусность. И Челси, которая, ну, в этом сезоне просто безоговорочно лучшая команда Англии. Как мы их переиграли? А сразу хочется, ребят, сказать обо всем сразу. Но я себя как-то пытаюсь сдерживать. Так вот, Баруан Филайни выполнил свою задачу просто идеально. Эрера. Как это было чертовски рискованно со стороны Мауринио выпускать Эреру играть персонально против Азара. Особенно учитывая то, что в игре на Кубок Англии именно против Азара Эрера схлопотал красную карточку. И когда во втором тайме Эрера таки получил желтую, конечно, там немножечко затряслись коленки. Но он достоял Андер Эрера, ёперный театр. Какое, какое представление от человека этот пас на Рэшфорда. Этот гол, ну и что ж, что рикошет. То есть, как он бился, как он выносил мяч пару раз даже во втором тайме, так называемым ударом Макманамена, вот с такого вот прыжка. Он просто ложился костьми. Как же приятно, что мы взрастили этого монстра. Ребят, наша, я опять же отдаю себе отчет. Да, у меня сейчас некая эйфория. И это классно, потому что я себе это позволяю. Потому что это не так уж часто у нас это происходит. Мнения о том или ином футболисте, они меняются не потому, что мы такие, как сказать, непостоянные болельщики. Я стараюсь каждый матч, ребят, рассматривать как нечто отдельное. Но если впечатление о том или ином игроке одно и то же на протяжении нескольких матчей, я как-то это резюмирую и потом вам преподношу свое, как сказать, некий свой вердикт по поводу того, как он играет пока что. Так вот, я критиковал очень рэру во время Луи Ван Галя. Но сейчас это просто, это просто зверюга. И мне очень интересно, мы видим, например, по Барселоне, как потихонечку Бускетса-Иньестовская, вот этот дуэт, он потихонечку, ну, так сказать, сдает свои позиции. Но в сборной Испании, конечно, пока они, в сборной Испании огромная конкуренция. И мне очень интересно, когда же наступит тот момент, как и в ситуации с Дехея, когда он заменил Кассилиса, когда Эррера станет опорником сборной Испании. И тогда это будет совершенно другой уровень. И мне очень приятно, что Мауриньо сразу же с начала сезона сделал его основным системообразующим игроком. И вот то, что показал сейчас Эррера против Челси, это был матч большого игрока. Да, Поль Погба, были срезки в его исполнении, был брак, были ситуации, когда, ну, как бы в этом матче о каком-то переигрывании, передержке мяча речь не шла даже у Поля Погба. Были ситуации, за которыми, по которым можно было как-то вот так вот эпизодически его покритиковать. Но, ребят, как он бился, как он отрабатывал сзади, как он старался играть быстро в пас, он ничего не создал, скажем, впереди, да. Мы можем говорить о том, что пока это там не условный какой-то Патрик Вейера, который еще и забивает дальний удар. Но, Поль Погба сегодня был частью этого механизма Мауриньо, который не то, чтобы переехал катком, хотелось в конце третий гол. Ну, хотелось, чтобы жирную красивую точку поставить, но не получилось, хотя моменты были. Так вот, Погба был далеко не лучшим в этом матче, да, но в данном случае я ставлю всем десятки. Всем я ставлю десятки, потому что уровень самоотдачи, это была битва, очень-очень тяжелая битва. И уровень самоотдачи заслуживает колоссального уважения. И тут, ребят, я перехожу к персоне Эшли Янга. 93-я минута. Длинная передача на Эшли Янга по мокрому газону с отскоком, которую, очевидно, не догнал бы, я не знаю, Кими Райканин на болиде Формулы-1. Он бежит, Эшли Янг, он не догоняет, естественно, он не может остановиться, он впечатывается в рекламный щит, он выносит там параллельно, не знаю, двух фоторепортеров, встает и бежит обратно. Этот человек, который в этот ключевой отрезок сезона, мы хотим, вот как я сказал, что мы хотим, чтобы играли наши любимчики, мы хотим Карика, мы хотим Руни, мы хотим Люка Шоу, которого не то, чтобы мы любим за какие-то заслуги, просто это классный, быстрый футболист, и мы хотим скорость на краю, очень все просто. Вот. Эшли Янг, богом забытая личность, выходит с капитанской повязкой. Вы видели, как играла эта тварь, эта мерзлота, я просто стараюсь не употреблять в своих выпусках мат, и в русском языке достаточно цензурных слов, чтобы описать, кто такой Диего Коста. Это, как сказать, это просто гнида на теле мирового футбола. Вот. Можете в комментариях, кстати, мне предложить какие-то варианты цензурные из русского языка, да, хрен бы с ним, можете и не цензурные. В общем-то, тварь последняя, Диего Коста, как он в первом тайме цеплял бои, роху, отмахивался, симулировал, хватался за рожу. Я сижу, ребят, вот честно, меня трясет, мне так хочется там же быть на поле, чтобы, сука, заломить этой твари, вот серьезно. Я, у меня аж прям, я весь был в игре, мне казалось, что я нахожусь там на поле, особенно учитывая то, как орал Олд Траффорд. Полное было ощущение, несмотря на то, что я смотрел матч в долбанном ноутбуке, вот, все равно. Но, наши игроки показали максимальный профессионализм, не обошлось без желтой карточки, конечно, но, ну, очень опасно просто, этот тварь, Диего Коста, я помню еще со времен мадридского атлетика, в матчах в дерби, в мадридском дерби с Реалом, я всегда так радовался, когда Рамос и Пепе на пару его уделывали. То есть, он же, он из-под тишка же, он хочет, чтобы защитники получили желтую-красную карточку, а в итоге защитники ему, как бы, в нужный момент матча той же монетой по Ахиллу, ну, как бы, с фоллом, но, ну, да, грязно, но эта тварь заслуживает. И вот, ситуации, когда накалялись страсти, приходил, приходил Эшли Янг с капитанской повязкой, ребят, и отталкивал Филайни, отталкивал Роха. Ну, он был капитаном на поле, и хрен бы с его капитанскими, ребят, обязанностями, как он старался, и тот, собственно, гол, который забил Эрера, там ведь активность Эшли Янга была с краю. При том, что Челси играл до того, как Конте перестроил систему, то есть, тройка центральных Мозес, Мозес, Давид Луис и Кейхилл, и Аспиликуэта, точнее, этот самый, боже, как его, Зума, Зума, Давид Луис и Гарри Кейхилл, тройка центральных, и Аспиликуэта и Мозес по краям, то есть, то, что Мауринио, собственно, у нас пробовал какое-то время, вот, и они, собственно, играли по всем краям. Их были ситуации, когда было пятеро защитников, в общем, на краю было играть очень трудно, и там лобешником пробивался Эшли Янг, а с другой стороны терроризировал Валя, ну, Валя, ребят, ну, Валя, ну, его бойцовские качества, то есть, его скорость, его физика здесь не поддается, естественно, человеческим описаниям. Как они прикольно с Решвардом и Лингардом там разыгрывали, я просто, ребят, кайфовал от этого. Вот, и заканчивая историю с Эшли Янгом, он показал себя настоящим профессионалом, в самый нужный отрезок сезона он играет очень важную у нас роль. Его ставят левым вингером, его ставят правым латералем, левым латералем, в общем-то, разные позиции. Он профессионал, он не просто там диджей в раздевалке, как все мы знаем, какую функцию он еще выполняет, он настоящий боец, и ему отдельное огромное спасибо и мой низкий поклон. И, ну, ребят, я вот упомянул Решварда и Лингарда, вот вы только представьте себе, какой это был для них матч. Я нещадно раскритиковал, уничтожил Решварда в прошлом выпуске по итогам матча с Андерлехтом за его вот эту тупорылость, вот его вот это утыкание, его дриблинг, он был центр-форвардом. Боже мой, мальчик Решвард, как он бился, как лев, ребята, как, когда уже во втором тайме, когда его пустили буквально одного, как он проходит Луиса, как он проходит Канте, черт побери, как он их там, как он их массировал, их позвонки просто выкручивал их, и я очень рад, что он забил тот голос выдающегося паса Эреры, потому что у него была очень большая серия, безголевая, так что Решвард, наверняка после матча с Андерлехтом с ним были произведены определенные разговоры, и как же круто Мауринио, какой же он, сука, психолог, а? И когда, то есть, хорошо, так, вот первый тайм, да, я просто реально себя сдерживаю, ребят, чтобы как-то все на вас не навалить, и как-то систематически обо всем рассказать, о ощущении по матчу, я не знаю, у меня просто, просто вагон. Вот, и Лингард, и они вдвоем, вы понимаете, начинается первый тайм, я смотрю, как мы атакуем, что мы идем на Филейни, как бы впереди, Эрера и Погба там где-то глубоко бьются с ними не на жизнь, а насмерть, там пытаются с этим придурком еще Диего Костой что-то сделать, а впереди у нас, ну, Валя, поначалу не сильно подключался Эшли Янг, и там Решфорд с Лингардом разбирались впереди, как они дергались, как они там, ну, есть, я их критиковал, в особенности Марсика, которого не было на лавке, и Решфорд за то, что они не слишком командные, немножко играют без мозга, вот, а здесь это была круговерть, это, конечно, ребят, дело рук Жозе Мауринио, потому что Лингард был везде, то есть номинально на моей схеме он справа, конечно же, он был везде, потому что правый край, мы знаем, может в одиночку покрывать и Валя, вот, и они втроем, Валя, Лингард и Решфорд, там устраивали комбинашки, просто потрясающе, мы могли забить и больше, и Лингарда были моменты, он бил за пределы штрафной, очень жаль, что не забил, было бы вообще изумительно, если бы еще забил Лингард, в общем-то, сейчас у этих ребят очень важный момент, потому что нужно, во-первых, нам, ребят, вот сейчас такая эйфория от этого матча, но при этом наши конкуренты выиграли еще, мы не знаем, как сыграет Арсенал, в итоге все может для нас в этом сезоне закончиться плачевно, очень высокая вероятность этого, вот, очень, очень важно, во-первых, именно как закончат команды играть, но индивидуально для Решфорда и Лингарда, это, конечно, тоже был очень важный матч, потому что на трибунах сидели все, естественно, Гаррет Саутгейт, там показывали персонажей, походу, там был и Майкл Кинн, наш бывший защитник, ныне вызван уже в сборную Англии, там был Лебев, то есть таких людей я узнавал периодически, там был Грэм Лисо, то есть это человек, который еще на чемпионате мира 98-го года играл, я его помню, то есть представительство было сумасшедшее, вот, ну и в первую очередь, конечно, важна была персона Гарта Саутгейта, и вот, как эти ребята будут играть в сборной Англии, вот эти, вот эти трое, я их отмечу, да, в данном случае, это Эрера, Лингард и Решфорд, у них все впереди с точки зрения игры в сборных, национальных, и им очень большой трамплин дает Жозе Мауринио, хотя, ребята, мы должны, конечно, быть благодарными и сказать спасибо, собственно, Луи Ван Галю, который нам явил на свет Решфорда и Лингарда, конечно, которые являются нашими воспитанниками, и здесь нет заслуги Ван Галя, но он их явил нам, собственно, в основной команде, вот, Бои и Роха, то есть, ну, то, что у них задача была держать эту тварь, его не взять, даже назвать по имени, просто тварь, эту тварь, эта тварь, классно, классно звучит, вот, это уже о многом говорит, они бились сумасшедшим образом, они очень хорошо согласованно начали играть с Давидом Дехея, очень интересно будет, когда выздоровеет Крис Моллинг, ну, Фила Джонсон сейчас мы немножко за скобки, да, отодвинем, очень интересно будет, как они будут вписываться, потому что Бои и Роха для меня в этом сезоне основная пара центральных защитников, я думаю, что все вы, вот, вот просто, все вы, без исключения, здесь со мной согласитесь. Опять же, это, ребята, к вопросу о том, кого мы хотим видеть. Видеть. Ребят, даже если бы кто-то из них был бы моим прямым родственником, например, кстати, Мхитарян, да, вероятнее всего мог бы им быть, я бы все равно, ребят, для меня важнее команда. Если будет команда играть хорошо, мне будет очень жаль, что кто-то из них, скажем, не будет выходить на поле. Ребят, ну, мы же болельщики Манчестер Юнайтед. И давайте, давайте дадим этому человеку Жозе Мауринио возможность сказать, что он хочет сказать. Второй тайм. Мне очень было, очень, вот, очень было интересно, что предложит Конте, который, то есть, среди современных тренеров, молодых, один из самых перспективных. И вот, господи, боже мой, зачем ходить далеко за примером, вот он перед нами, Челси, который вот беспятимый чемпион. Что предложит Конте? Потому что не работала, не работала в первом тайме его задумка. Конте на 53-й минуте, я просто офигел, ребят, на 53-й минуте он делает тактическую замену, он убирает край, он убирает Мозеса, он выпускает, он насыщает центр, он выпускает Сеско Фабригаса. Окей, сказал Мауринио, и выпустил Карика, он убрал Лингарда, насытил центр, и Карик там бился в центре. То есть, тройка у нас встала, вот такая, Филейни, Пагба и Карик, ну и бедолага Эрера, который из последних сил бегал за этим очумелым азаром. Вот, то есть, фактически четверка у нас была опорников во втором тайме, и потом, потом он под аплодисменты, он убирает Решфорда, да, потом выпускает, делает еще одну замену Конте, то есть, максимально Конте пытался, потом он выпускает игрока на фланг, он выпускает Виллиана все-таки, да, чтобы добавить скорость. Вот, а Мауринио делает очень простую вещь, он выпускает Златана, убивает вот так вот очередью из калаша просто всех зайцев мира. Во-первых, явит нам на свет нашего любимого Ибру, ну и, конечно, этот человек, который, ну, Решфорда, второй заяц. Решфорд под аплодисменты с овацией переполненного Олд Траффорд, естественно, заслуженно. Вот, ну и Ибра впереди, который принимает мяч на грудь, вне зависимости от того, с какой силы его там поддавливает Давид Луис. Ибра обыгрывается соперниками, Ибра держит мяч, тянет время, сбивает темп. Нам нужен был очень высокий темп, пока мы не обеспечили себе этот задел. Дальше он нам перестал быть нужен, и Ибра этот темп сбивал, очень много атаковал Челси во втором тайме. И здесь спасибо Жозе Мауринио, что мы не прибивались к своей защите, мы не садились целиком назад. Это может быть чревато, и, господи, боже мой, естественно, это знает Жозе Мауринио. Мы все равно атаковали, мы все равно шли вперед. И Реш бежал, и Янг бежал, а потом пошли навесики на Ибрагимовича. Ну и Фил Эйни там впереди тоже что-то пытался что-то сделать, вот, но на самом деле он просто тянул время. Потом под аплодисменты еще раз уходит еще один игрок, это Эшли Янг. Все стоя овации, я подумал, блин, не вызвать ли его в сборную. Потом подумал, зачем, ну это не нужно, как бы, да, естественно, в таком возрасте футболист. Пусть он сосредоточится на Манчестер Юнайтед, даже если с следующего сезона он не будет играть какую-то роль в команде. Он реально, ребят, вот сделал то, чего я от него не ожидал просто. Фамилия Янг была для меня забыта. С тех пор, как он перестал быть Янг, когда он стал немножко олд, вот, собственно, мы все про него уже начали забывать. И вот он выходит, выходит Тимати Фосуменса, начинает там бороться, ну, уже Тима особую уже, как бы, роль не сыграл. Хотя, как сказать, да, мы могли прокрутить, ну, один гол хотя бы в конце, было немножечко там опасно, были некоторые обрезики. Вот, ребят, пишите, естественно, в комментариях ваши ощущения по игре. Ну, ребят, согласитесь, это победа Жозе Мауринио. Он переиграл Конте, который еще умудрялся делать какие-то, что-то менять по ходу матча. Но было устойчивое ощущение, что Жозе Мауринио, как более опытный тренер, он, как шахматист, на один шаг вперед просчитывает своего соперника и делает ему шах, а потом делает ему мат. Вот так мы взяли и сделали Челси, друзья. Пишите, оставляйте свое мнение по этому матчу, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, ребят, ну, конечно, никогда не отчаивайтесь, потому что мы United. С вами был Миша. Пока-пока.